У чиновников есть такое понимание, что чуть ли не иностранное государство. Мы об этом говорим. В чем причина? Все-таки это информационная недоработка, это менталитет такой или просто бюрократические проволочки? Вопрос Евгению Федорову. В чем основные проблемы? Я думаю в том, что мы, ну скажем, отстали от мировой конкуренции, восприятия нормальной мировой конкуренции. Я напоминаю, что мы вместе, когда жили в одном государстве, мы потребляли 22% мирового продукта. Сейчас вместе потребляем 1%. То есть как только мы разъединились, ослабли мгновенно наше место и внутри рынков, и наружные заняли другие конкурирующие государства и нации. Поэтому какой механизм восстановления наших возможностей? Это единая валюта, которая предусмотрена в рамках дальнейшего развития союзного государства. А это означает дешевые кредитные деньги, что означает возврат экономического рынка. Следующий этап, возврат социального рынка. Мы вот вместе с вами живем раз в 10 хуже, чем в соседней Германии, например. А хотя 25 лет назад жили на уровне одинаково. Нет, подождите, смотря какой Германии. Была западная Германия, была восточная Германия. Сказать, что советский гражданин жил на том же уровне, что гражданин ФРГ в 1988 году, ну это смелое заявление. Смелое, но адекватное. Потому что потребление было в среднем одинаковое. И это вся статистика об этом говорит. Сейчас разница в 10 раз. То есть мы автоматически, отстав в лидерстве, а оно из-за того, что мы разъединились, отставали в лидерстве, мы автоматически отстали и в социальных возможностях. Возвращение единого государственного укрепления, возвращение наших... Да, сразу несколько проблем поднял Евгений Федоров.